Всем привет! Это очередной урок от школы программирования, и в этом уроке мы продолжим тему JavaScript. И на этот раз поговорим о такой специальной библиотеке, специальном фреймворке для JavaScript, который называется jQuery. И кроме этого, также затронем в конце этого урока тему и такую технологию, которая сейчас очень широко распространена. Это технология AJAX. Что мы будем сегодня делать? Если вы помните, если вы смотрели предыдущий урок, там мы делали валидацию формы, то есть отправка сообщений с сайта, при этом проверка правильности введенных данных. И в этот раз мы будем делать практически то же самое, но уже не на чистом JavaScript, а с использованием библиотеки jQuery. Кроме этого, кроме обычной проверки форма, мы немножко модернизируем наш скрипт и добавим некоторые полезные вещи. И одной из такой полезных вещей будет проверка свободности логина, так как мы будем делать регистрацию на нашем сайте. Естественно, саму регистрацию мы не будем делать, предположим, что ваш сам скрипт уже написан. Мы будем делать именно то, что касается JavaScript. Итак, предположим, что у нас есть такая форма регистрации. Если мы не вводим никакие данные, нажимаем зарегистрироваться, то мы перенаправляемся на скрипт reg.php, как и в предыдущем примере. И нам выводится сообщение, что все поля, отмеченные в звездочке, обязательно для заполнения. Если мы вводим все поля, и, например, в поле login вводим вот такое вот значение user1, нажимаем зарегистрироваться, то нам пишут, что такой пользователь уже есть. Если мы вводим какого-то другого пользователя, ну, например, демо, нажимаем зарегистрироваться, то нам вводят сообщение вы зарегистрированы. Но, как вы видите, это не очень удобно каждый раз перенаправляться на другую страницу, поэтому мы все это сделаем на JavaScript. Причем, логин мы будем проверять динамически, то есть в момент ввода, то есть когда мы будем вводить, например, user1, то у нас сразу сообщение появится, что такой пользователь уже есть в базе. Давайте посмотрим, что у нас есть среди файлов. Ну, это файл обычный индекс, взглянем, что там. Это обычный файл, похожий на файл из предыдущего урока. То есть обычная форма регистрации, ничего здесь интересного. Идем дальше, есть скрипт на PHP. То есть после нажатия на кнопку зарегистрироваться, мы перенаправляемся на скрипт.рег.php. А в этом скрипте я немножко изменил этот скрипт, модернизировал. То есть что я сделал? Я просто убрал проверку e-mail, как было в предыдущем уроке. То есть мы проверяли e-mail с помощью регулярных выражений. Я для простоты просто убрал, чтобы мы это уже не делали на JavaScript, а сделали кое-что другое. Конечно, e-mail нужно проверять, но пускай это будет вашим домашним заданием, если вы хотите. Так как мы это уже делали в предыдущем уроке, то смысла в этом сегодня нет. А поэтому я добавил такое место предыдущего условия. Добавил такое условие. Мы будем проверять. Во-первых, мы проверяем, введены ли какие-то данные в поля. Если нет, то выводим сообщение, что поля отмечены звездочкой обязательно для заполнения. Иначе мы проверяем свободность данного логина, то есть функцию checkLogin, которая у нас написана выше, передаем текущий логин. И проверяем, если такой логин уже существует, то выводим соответствующее сообщение. Иначе выводим, что мы зарегистрированы. То есть, как видите, мы здесь никакого самого процесса регистрации не делаем, потому что это обычный пример. И также в самой функции checkLogin, что происходит. Я просто объявил массив некий users, то есть массив, который содержит имена пользователей, которые уже есть. И дальше эта функция у меня возвращает true либо false в случае, если данное значение массива уже существует. Конечно, в реальном примере, в реальном каком-то скрипте у вас не будет какого-то массива. И этот массив у вас будет получаться в результате запроса базу данных. То есть, сначала у вас идет запрос в базу данных, где у вас хранится список всех пользователей. И дальше формируется массив. И потом вы проверяете, есть ли среди пользователей пользователь с таким именем. Итак, вот такой обычный пример. Давайте начинать писать наш JavaScript. Мы будем делать все то же самое, как в предыдущем примере, но немножко по-другому. Так как мы для начала должны подключить саму библиотеку. Поэтому у меня уже скачана библиотека jQuery, которую я скачал с официального сайта jQuery.com. И теперь мне ее просто нужно подключить для того, чтобы использовать в дальнейшем. Как это сделать? Очень просто. Мы пишем вот такой же тег-скрипт. Его сразу же закрываем. Но мы будем указывать путь до этого скрипта. Который называется у нас вот таким образом. Я копирую название и вставляю его сюда. То есть теперь мы просто с помощью атрибута src подключили данный скрипт. Все. Теперь мы можем работать с ним. Как мы будем с ним работать? Конечно, все тонкости самого jQuery сегодня я рассказывать не буду. Просто я хочу продемонстрировать возможности данной библиотеки. Итак, мы сделаем немножко другую логику. В предыдущем примере мы у тега форм задавали такое событие, как у onSubmit. А в этом случае мы просто напишем вот такую вот конструкцию. Документ. Ready. Вот. Эта конструкция означает, что мы обращаемся ко всему документу и с помощью функции Ready, которая говорит о том, что наша страница вся загружена, мы можем уже работать со всеми элементами на нашей странице. То есть это аналогично в JavaScript Windows Unload. То есть мы подписываемся, сейчас будем подписываться на некие события. Как это сделать? Вот пишем в самой функции Ready, Function. Все. Теперь мы вот здесь можем писать, подписываться на какие-то события. То есть весь JavaScript у нас будет только в одном месте, вот в этой конструкции. Почему эта конструкция будет работать и что это за знак? Это все сделано в самой библиотеке специально для простоты. То есть если мы хотим обратиться к какому-то элементу, например, у нас есть на странице элемент, у которого идентификатор логин. То есть это поле логин. Мы можем написать вот такую конструкцию и указать логин. И уже обращаться к методам этого элемента. Если же мы обращаемся к какому-то классу, то указываем вот таким образом. А в данном случае мы просто написали документ. То есть мы говорим о том, что мы обращаемся ко всему документу. Как мы с ней будем работать? Что мы сейчас будем делать? Ну давайте зададим такую функцию. То есть при клике на кнопку регистрации мы, как и в предыдущем примере, должны просто остановить выполнение скрипта. То есть чтобы она у нас не перенаправлялась на страницу reg.php. Поэтому пишем следующим образом. Мы обращаемся к элементу с ID.do. Это у нас кнопка зарегистрируется. И у этого элемента прописываем метод click. То есть в случае клика по данному элементу будет выполняться все, что находится вот в этой фигурной скобке. Мы теперь пишем все, что будет происходить в момент клика. То есть возвращаем значение false. Обновляем страничку и видим, что при нажатии на зарегистрироваться у нас страница не перенаправляется. Отлично. Теперь мы можем работать со скриптом. То есть что мы сейчас делаем? Давайте как и в тот раз создадим переменную readVal. И изначально присвоим ей давайте false пока что. И будем возвращать эту переменную readVal. Почему? Потому что в какой-то момент у нас все поля будут соответствовать нашим требованиям. И нам нужно будет перенаправиться на страницу регистрации. То есть rec.php. То есть в какой-то момент мы просто переменную readVal присвоим true. И она вернет нам true. Все. Теперь мы должны сделать следующее. Мы должны перебрать все наши элементы и проверить, не пустые ли они. В предыдущем уроке мы делали с помощью цикла form, но благодаря библиотеке jQuery нам этого делать не нужно, потому что есть специальная функция each. То есть мы должны обратиться к элементу, к элементу, мы обращаемся к тегу form. Давайте ей дадим какой-нибудь идентификатор, пускай будет form. И переберем потом все элементы этой формы. Но не совсем все, а те, которые будут иметь... То есть все input'ы. Вот мы выбираем. Но так как у нас там есть разные типы input'ов, то есть у нас есть и текстовый вид, и пароль, то есть password. То есть если мы посмотрим, то типы у нас здесь password, здесь текст. Поэтому мы должны это все указать, какие нам элементы нужны. Нам нужен элемент text, и нам нужен элемент password. Все, мы все нужные элементы выбрали, и теперь с помощью each перебираем все эти элементы. То есть создается такой некий цикл, который нам и нужен. Вот здесь мы пишем и обрабатываем каждый элемент. Давайте проверим, что у нас происходит. Выведем просто алертом какое-то сообщение. Так. Нажимаем зарегистрироваться. Раз появилось окно. Два, три, четыре. Четыре элемента. У нас как раз раз, два, три, четыре. Значит все верно. Идем дальше. Это мы можем удалить. И теперь мы должны проверять на то, не пустые ли эти элементы. Это делается элементарно. Мы пишем with.value. То есть берем значение данного элемента. И если оно пустое, почему with? Потому что мы обращаемся к текущему элементу. Нам не нужно писать каждый элемент в отдельности, так как у нас цикл. Мы пишем with и значение этого элемента. Если оно пустое, если оно пустое, мы создадим для нее класс, который у нас уже есть. С помощью функции addClass мы добавляем ей класс Error. Вот таким простым способом мы добавляем ей класс Error. То есть мы обводим ее в рамочку. Отлично. Давайте проверять. Нажимаем зарегистрироваться. И все пустые элементы у нас становятся красными. Но они, как видите, не сбрасываются, если мы заполняем элементы. Давайте это тоже добавим. То есть будем сбрасывать все элементы. Это делается тоже очень просто. Мы обращаемся к текущему элементу в самом цикле. И с помощью функции removeClass просто удаляем. Вот так элементарно и очень просто. Мы видим, что если мы заполняем, то если оно заполнено, то оно удаляет. То есть изначально он сбрасывает все не пустые. То есть вообще сбрасывает все везде класс Error. И потом уже, если проверяет на пустоту, и если оно пустой, то присылает ей класс Error. Вот если даже в данном примере сравнить вот этот участок кода, который мы написали, с примером, который мы написали на чистом JavaScript, то сразу, я думаю, вы заметите разницу. Код будет намного понятнее и намного меньше. Итак, идем дальше. Теперь мы в случае, если мы ввели все поля у нас заполнены, все верно, мы должны переменные redVal присвоить значение true. Точнее, давайте сделаем здесь false, а изначально мы сделаем true. То есть изначально у нас все верно. Если у нас какое-то поле кустое, то мы возвращаем false. Отлично. Теперь должно все работать. Проверяем. Вводим какие-то данные, нажимаем зарегистрироваться. Все, вы зарегистрировались. Но если мы введем, например, user1, это пользователь, который у нас есть уже в массиве на нашем, то у нас будет такой пользователь существовать. Сейчас мы добавим проверку, но перед этим давайте немножко усовершенствуем наш скрипт. Работаем немножко с функциями некоторыми в jQuery. Мы просто будем добавлять у каждого поля значение сообщения, что это поле нужно заполнить, если оно пустое. То есть в данном примере оно у нас просто выделяется красным. Давайте улучшим немножко. И будем добавлять некоторое сообщение. Как это сделать? Мы добавляем класс и еще мы после всего этого с помощью функции before, то есть перед данным элементом мы будем вставлять следующую конструкцию. То есть зададим adiv с классом message, то есть какое-то будем выводить сообщение. Например, заполнить. Что мы сейчас сделали? Мы добавляем к текущему элементу класс error, то есть класс, который выделяет нашу ячейку, и перед этим элементом, то есть перед input, вот сюда вот, если оно пустое, мы вставляем вот такую конструкцию div, то есть контейнер такой вставляем с классом message и сообщением заполнить. То есть нужно обязательно заполнить. Давайте у этого класса мы еще пропишем, сделаем его красным цветом, и посмотрим, что выводится. Выводится вот такое вот сообщение. Нужно заполнить поле. Но оно у нас пока работает не совсем корректно, потому что если мы будем нажимать несколько раз, то это предыдущее сообщение не будет сбрасываться. Это мы сейчас исправим. Это делается тоже очень просто. В момент клика вот сюда вот добавим и будем сбрасывать все наши... удалять все наши ячейки. Вот, делаем мы их просто пустыми. Обновляем. Нажимаем проверить, то есть зарегистрироваться. Введем где-нибудь какие-то данные и видим, что если мы ввели правильно, то сообщение сбрасывается иначе, оно опять появляется. Вот так уже более-менее понятно. Ну а теперь осталось... Осталось делать проверку логина. А проверку логина мы будем делать динамически, то есть с помощью технологии AJAX. Она позволяет нам делать асинхронные запросы на какие-то скрипты. То есть что мы сейчас будем делать? Мы в момент ввода, когда мы будем вводить какое-то сообщение, у нас каждый раз, когда мы будем кликать по кнопке на клавиатуру, на клавиатуре, у нас будет делается запрос, где будет проверяться, а вот данный пользователь существует или нет. То есть если он такой существует, то будет сообщение выводиться, что такой пользователь уже есть. Делается это очень просто. Мы должны вот этот вот участок кода мы должны вынести какой-то отдельный файл. Поэтому давайте создадим новый файл и назовем его, например, check user. login.php. Открываем и здесь пишем следующий код, но не будем возвращать, а будем выводить, то есть будет у нас переменная result, которую мы будем с помощью эхо выводить результат. Также нужно добавить проверку на существование пост, то есть на то, был ли передан какой-то запрос, чтобы нельзя было просто обратиться к этому скрипту. Хотя, конечно, можно сделать это без проблем, но все-таки проверку лучше добавить. Мы должны к этому скрипту обратиться с помощью пост-запроса. И сейчас мы проверяем, не передали мы логин или нет. То есть некоторые параметры логин. Сейчас мы этот параметр будем передавать. Если же мы передали, то делаем вот такую вот вещь. мы берем давайте берем переданный параметр из поста, присваиваем его переменной логин, с которым мы в дальнейшем будем работать. Далее мы этот логин подставляем функцию inRray и выводим либо true, либо false. Теперь в самом скрипте мы добавим еще одну обработку. То есть у нас одно событие клик мы к этому событию уже подписались. Теперь мы должны подписаться к событию ввода символа в строку логин. Для этого пишем. Обращаемся к элементу с идентификатором логин. Это у нас элемент логин. и теперь должны с помощью функции не клик уже, keyUp. Эта функция говорит о том, что мы нажали на кнопку и отпустили. После этого мы будем брать значение данного элемента. Также пишем function и в нем мы будем делать следующее. Мы создадим какую-то переменную например логин и дадим ей значение данного поля. Вот таким образом мы обратились к нашему элементу с идентификатором логин и с помощью вау взяли значение этого элемента. После каждого клика по клавиатуре мы будем брать это значение и присваивать его переменной логин. это значение мы должны передать как-то в скрипт check логин и проверить возвращаемое нам значение. Делается это достаточно просто. Есть функция post то есть делаем post запрос это у нас уже аякс мы просто делаем запрос к функции check post check login прошу прощения .php и следующий параметр мы передаем что мы хотим передать в фигурных скобках пишем параметр login и передаем ему переменную login то есть после того как мы обратимся к этому скрипту в пост запросе будет существовать параметр login который будет иметь значение login то есть будет иметь текущее значение поля после этого как мы нажали мы должны выполнить некую функцию третий параметр это у нас функция которая будет возвращать какое-то значение которое нам нужно то есть она будет возвращать либо true либо false я сделал переменную data которая будет содержать ответ возвращаемый и в самой функции мы будем просто проверять если true то есть если в случае выполнения данного скрипта вернулась true то есть данный логин уже существует то нам нужно вынести сообщение что такой пользователь уже есть поэтому мы обращаемся к текущему элементу и присваиваем ей также класс error то есть выделяем его в рамочку так здесь вот скобочку и так же как и в предыдущем примере мы добавляем добавляем перед текущим элементом мы добавляем с помощью bfo уже не сообщение заполнить а сообщение такой пользователь существует все давайте проверим что у нас есть на данном этапе и если мы вводим например user1 то сразу же у нас выводится сообщение такой пользователь существует если мы убираем то у нас по идее должно это сообщение убираться давайте это сделаем оно у нас сейчас не убирается почему потому что в момент клика мы должны сбрасывать все наши то есть сделать их пустыми либо использовать функцию remove можно здесь функции remove использовать чтобы вообще удалить эти все элементы можно просто empty чтобы сделать этот элемент пустым то есть убрать текст мы убираем текст такой пользователь существует и убираем убираем рамку то есть у элемента логин мы с помощью функции remove класс убираем класс error вот теперь должно работать как надо давайте проверим если мы вводим нормальный какой-то логин который не существует то все верно если мы вводим логин например user1 который существует то выводится сообщение если мы удаляем то текст удаляется например user2 тоже есть в нашем массиве user3 user4 нет все вот так работает наш скрипт проверим что все остальное также работает заполняем все наши поля не забудьте также добавить проверку с помощью регулярных поражений емейлов и нажимаем зарегистрироваться мы перенаправляемся на скрипт рег.php и нам вводится сообщение вы зарегистрировались вот так просто мы благодаря библиотеке jQuery мы можем добавить в наше приложение какую-то интерактивность и сделать его намного лучше и намного интереснее на самом деле можно делать не только пост запроса с помощью jQuery можно делать и get запросы скрипту можно для этого есть функция get есть функция ajax которая делает более сложные вещи более сложные запросы ajax но в данном примере нам нужен только пост запрос спасибо за внимание используйте jQuery 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 jQuery